В траншеях с кабельными линиями мусор. Это значит, рабочих здесь не было уже давно. Улицы, как полоса препятствий. Там, где раньше цвели цветы, сейчас лежат стройматериалы. А вот это надо привести в порядок. Срок вам до воскресенья. Мы в воскресенье здесь пройдем. Здесь действительно, вы говорите, должна быть клумба, а не сложенные трубы. Трубы надо вывезти. Реконструкция энергосистемы началась весной. Город давно нуждался в этом. Старые сети не выдерживали нагрузок, ведь они давно исчерпали свой ресурс. Сейчас только в центре уже проложено почти 100 километров кабельных линий. Установлено порядка 40 новых трансформаторных подстанций. Только вот восстанавливать тротуары, зеленые зоны и дороги после прокладки коммуникации энергетики не спешат. Закончить реконструкцию, а главное – восстановить все, что было разрушено при проведении работ, в центре предприятие Кубанинерго должно было к началу июля. Однако процесс затянулся. Заказчик и подрядчики обвиняют друг друга. Причину задержки попытались выяснить, пригласив на место и тех, и других. Восстановительные работы в центре ведут четыре подрядные организации, а контролировать их работу, по мнению главы, должен заказчик Кубанинерго. Вы что, не видите, что он два месяца стоит, потому что песка нет? Все есть. Я не знаю, почему там такую информацию подрядчик дает. Еще раз говорю, полностью свои обязательства. Так, вы свои обязательства. Вы перед нами. Сегодня какой уже месяц? Сегодня? А вы должны были до 1 июля закончить этот центр. Критика главы города обоснована. Улицы центра уже были практически благоустроены перед курортным сезоном. Но для бесперебойной подачи электроэнергии сочинцам необходимо было провести реконструкцию электросетей. Энергетики обязались перед городом закончить все быстро и привести улицы в первоначальный вид. Благое дело с учетом того, что действительно давно город Сочи нуждался в реконструкции на распределительной сети. Но те обязательства, которые берет на себя Кубанинерго, их подрядчики, они их всегда нарушают. У нас времени осталось совсем немного. И здесь уже нужно делать. Не судиться по 3-4 месяца, а делать. Заставлять и делать. Договоренности нужно соблюдать, подчеркнул глава города. Привести центр курорта в порядок должны максимум за две недели. Наверстать упущенные энергетики обещают к августу. Мы идем рядом с другими коммуникациями. И те же топ-основы, карты, которые у нас есть в наличии, они не всегда соответствуют действительности. Чтобы не порвать другие коммуникации, выдержать необходимые, согласно всем нормам и правилам, расстояния, это осложняет очень сильно эти работы. Но мы себя ответственность ни в коем случае не снимаем. Все работы завершим. И Кубанинерго выполнит все свои обязательства перед городом в срок. Окончание реконструкции энергосистемы, пожалуй, больше всего ждут сочинцы. Горожане смотрят в будущее с оптимизмом. Ну, надеемся, что все будет в порядке. В Олимпиаде город наш будет самым красивым. Но вы видите эти перемены, реально? И еще одна проблема. Многие владельцы магазинов и кафе, пользуясь тем, что на улицах ведутся ремонтные работы, вообще перестали убирать свою территорию. К ним никакого снисхождения. Мэр пригласил предпринимателей к себе в кабинет для разговора.